Уже завтра первые тысячи юных челнинцев отправятся в загородные лагеря. На месяц позже привычного времени корпуса наполнятся веселым шумом и детским смехом. Число смены дней в них пришлось сократить каждому лагерю. В том числе и Росинки для ребят приготовили три профильные смены по 18 дней. Упор в этом году на военно-патриотическое воспитание. Росинка поделилась на зоны. Руководством было решено оградить забором административную часть от детской, чтобы избежать лишних контактов. Вопрос ношения масок детьми и вожатыми сейчас уточняется, но остальной персонал обязан будет их носить постоянно. К тому же сегодня все сотрудники сдали тест на COVID-19. Именно поэтому нас встретил пустой лагерь. Специально оборудовали площадки для приема продуктов отдельно. Дети, значит, лагерь, он будет отдельно. Сюда доступа не будет. Родители не допускаются, значит. Если же ребенка забирают по какой-либо причине домой, он уже не сможет вернуться обратно в лагерь. Мастер-классы и спортивные игры будут проводиться с каждым отрядом отдельно. Также обязательной и для персонала, и для детей станет ежедневный замер температуры. По замеркным учреждениям все необходимые профессиональные вещи сделаны, заключение получено. По пришкольным лагерям большая часть тоже получила соответствующие разрешения, но за исключением нескольких школ, в которых устраняются замечания, выданные нами ранее. Что касается пришкольных лагерей, в исполкоме нам сообщили, что работать они начнут с 3 августа по 26-е в 48 школах. Чтобы записать ребенка в пришкольный лагерь, родителю следует обратиться в образовательное учреждение. Виктория Евсеева, Радиганеев, Челны, 24.